Пишем Пишем Заповеди Число Бога Заповеди будем разбирать вместе с источником жизни Заповедь первая Рожденный в Арамхате Добой в гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном лете Рожденный в Арамхате Добой в гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном лете Выписано, да? Добой в гармонию несет Большую букву Здесь у нас не времена, не время года, а именно сам круг солнечный То есть Рамхат, это у нас, если брать по черту, он не завершающий лет Лето, месяц Добой чертог Я веду Рамхата Он не завершает лето Она начинает А месяц Он у нас как начинает Лето То есть, он у нас первый И одновременно девятый Да, здесь данное значение имеет чертогу Гармония у нас в каких? Рожденным в остальном лете То есть, означает, что Тот, кто родился В чертоге Рамхата Он ищет себе Спутника жизни В остальных чертогах Но чтобы у нас что было? Вспоминайте Оберегивая цифра жизни Единица Значит, человеку нужно что? Из другого чертога Восьмерка Если родился с обереговой цифрой 2 Значит, нужна ему семерка Тройка Значит, нужна шестерка Четверка Значит, нужна пятерка И если у него девятка То ему для полной гармонии Нужна девятка То есть, это понятно, да? То есть, рожденные в данном чертоге В Рамхате Так как он и начинающий и заканчивающий Он гармонирует со всеми остальными То есть, как бы гармоничная Если мы даже возьмем Современную астрологическую систему Рамхат, как правило, попадает на чертог Девы То есть, он захватывает немножечко льва Полностью чертог Девы И еще чуть-чуть Там уже не сам чертог, а Мейс Рамхат захватывает весы То есть, как бы у нас полностью Дева и часть Льва Созвездие Созвездие Вот так вот Вершина мира у тебя Почему-то не обозначено быть Созвездие Девы Оно считается как рубежным В астрологических системах То есть, почему рубежное Там два рубежа Рыба и Дева Современные Но заметьте Дева С нее как бы все начинается Как раньше говорили И ей же заканчиваем Это шестое созвездие Шесть плюс шесть Двенадцать У знака радиака И от нее А? Да-да-да Правда Да-да Ну как С Дева рождения мира То есть, от женщины Рождает Чадок Как бы продолжение И здесь еще На секундочку Чтобы вот так Всем видно, да? Заметьте Вершина мира На круголетии Всегда Располагается И начинается С чертога Девы И эта проекция Также и касалась Нашей Медгард-Земли Но сейчас у нас Новолетие Новолетие Она у нас Начинается Где Где Дева Переходит Вверх Чертограм Покровительству Которым Покровительствует Рамхат И заметьте Если мы так Проводим Чертому Получаем Наклон Нашей земной оси Как раз Примерно Тот же самый Угол наклона Если Процессия Произойдет А вершина мира Так и останется То есть Земля Она сейчас Все равно Выравнивается То есть Раньше Чуть 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 Больше Было Потому что Во многих Научных Изданиях Пишут Что Допустим Пять Шесть Тысяч Лет Назад Семь Наклон Земной Оси Где-то В пределах Двадцати Восьми градусов А сейчас Он где-то Уже За двадцати Трех Двадцати Одного Грауса То есть Кусок Не упал На землю Или не получился Разнаком А Новогод Не Будет Начинаться С Девы Объясняю Еще раз Почему Потому что Наши предки Когда первые Обнаружили И заселили То есть Они прилетели И с той поры Начался Отсчет кругов То есть Менялись Летоисчисления Но Как они прилетели Как бы мы сейчас сказали В день осеннего Равноденствия Так оно и произошло И смена Календарных дат Как правило Приурочивалась Тоже К этому дню Ну допустим Сотворение Мирозвездном храме Великая раса победила Великого дракона То есть Белые победили Желтых Или Как мы сейчас сказали Славян Китайцев И в день осеннего Равноденствия Заключили мирный договор Но раньше не говорили Заключить мирный договор А говорили Сотворить мир между народами И с той поры У нас сейчас Прошло 7509 лет Это просто люди Которые не владеют Образами Считают Что вот 7509 лет назад Земля появилась Как физическое тело Что абсолютно неверно Просто Начался Новый мир Мир После Великой войны То же самое То же самое У нас было При смене Других Календарь Оно Было И удобно Чтобы Не писать Длинные Буквенные Выражения Иронические Обозначающие Большое число Переходили Переходили От какого-то великого События На новое Летощество То есть Определенный период Времени Закончился Но у жрецов Он Не отменялся Как С григорианскими Юлианскими И прочими Календарями Я про это и говорю И не запрещалось Знать человеку Когда он родился Как это они Или Сначала Христиане То что Когда родился Человек Какая у него Судьба Это зависит От Бога То же самое Запретили мусульмане А потом уже И большевики Родился человек А примерно Записать А точно Не надо Хотя У многих народов Были Астрологи Как Сейчас говорят Даже При европейских дворах И при помощи Их Вычислялось Когда Родился человек То есть Или как говорили Под какой звездой Он родился А отсюда И вот то что мы Изучаем на предметы Звезды и земли Это называлось Звездочетие Вычислялась Судьба Каждого человека Но Если каждый Будет знать свою Судьбу Тогда зачем Нужны все эти Пастыри Пастыри Вы Изумайтесь Пастырь Пастух Паста До Вдумались Слово Ста До То есть Человек Несозревшие люди, несозревшие, недостигнувшие. Чего? Святости. В Евреже у нас пишется, что ста раса. То есть, святая раса. В христианских книгах пишут, что ста Русь, да? Святая Русь. А здесь ста, да? То есть, святости кто достигает? Тот, кто умом и разумом владеет. А тот, кто не владеет, его сравнивали с кем? С животным, который живет чисто своими инстинктами. Но инстинктами у нас живут кто? Животные. Проходите. Смотри. Там тупорец, что-то только аккуратно. А вот что зовут один-то? Чего нет? Вот. То есть, понятно. То есть, видите. Добро отцов до. То есть, когда человек достигает мудрости. Добром что называли? Достижение. И стоит отцов наших. То есть, да? До. А теперь вспомните, я постоянно говорю поговорку. Когда вот на праздниках. Обращаюсь. Девчонок. Ты кто? Ча до или ча после? Как тебя отец вылечает? Заметьте. То есть, это как небольшое отступление. Ча до. Это мы разобрали. Человек аз. Да? Человечий и аз. Аз это бог, живущий на земле. То есть, кто-то мальчик. То есть, мужская агопола. Человек. Ча до. Или ча после. Никто просто не задумывался. Ча до или ча после. Но в подсознании у многих сидит вот эта старая поговорка. И ее начинают переносить куда угодно. Тейквон до и тейквон после. Карате до и карате после. То есть, здесь люди, не владеющие этимологическими корнями, уже просто начинают применять нашу систему, которая в каждой буквице сидит образ. К различным, дворовоубежным словам. То есть, здесь все понятно. Так? Отсюда вывод? Во-первых, заповедь несет гармонию. То есть, рожденный в чертоге Рамхата, он дополняет каждого человека, рожденного на земле, чем-то таким, что не свойственно данному человеку, рожденному в другом чертоге. Поэтому Рамхат, это у нас покровительство и чертогу вепре. А вепрь всегда был символом каким? Мощи. Мощь, которая ищет что постоянно? Вспомни, сказано. Он ищет корни. Поэтому во многих сказках вепри, они подрывают корни, да? Как трактуют. Но он докапывается до корней. То есть, его не устраивает. Ну, вот как в сказках. Вепрь под дубом жёлудей лежат, а он копает и думает, что там жёлудей больше. Ну, как трактовочка. Он вглубь, ему не хватает информации только поверхностной. И этот человек всегда старается как можно больше, глубже окунуться в тот информационный поток, который свойственен именно его чертогу. И при этом мощь, настойчивость, иногда упрямость. И только свой личный опыт. Здесь понятно. И вот то, что он набирает, накапывает, это в нём всё по полочкам раскладывает. А то, чего не дано, рождённым другим чертогом, он им это даёт. Ясно здесь. И когда он даёт людям то, что у них хватает, получается у человека гармония. Не сам по себе, а в гармонии с другими. То есть, получается, общность. Далее. Вторая заповедь. Рождённые в небесных чертогах девы, да не ищут суженой своей в небесных чертогах девы. Вторая заповедь. Рождённые в небесных чертогах девы, да не ищут суженой своей в небесных чертогах девы. Как мы уже разобрали сейчас, Дева — это первый небесный чертог, с которого начинается от вершины мира движение. Образ, который проецируется, изливается на землю. В современной астрологии берут чисто созвездие 2. И любой астролог, пускай это будет восточная, ближневосточная астрология, европейская, всегда что говорят? Лев со львом не уживается. Два командира власть не поделят. То есть поэтому здесь как бы и говорится, что те, кто в чертогах девы проделись, им надо и в других чертогах, а в своих не искать. Иногда переносят без раскрытия образа, что Дева с Девой союз не создадут. То есть на простых образах, что это ненормально. То есть всегда должна быть как бы противоположной для Девы. Мужская ипостась. Ну а кто-то уже более 10 лет опять пытается скрестить Деву с Девой. Я уже имею в виду на других уровнях, не на небесных. А в противовесу этого появилась другая система, мужчину с мужчиной. То есть как мы сейчас говорим, в Москве там полно, особенно в эстраде, голубые мальчики и розовые девочки. То есть на этом уровне. То есть когда верхние чакры, энергетические системы закрыты, на нижних пытаются совместить. Третье заповедь. Не теряйте жизнь понапрасну, ой, не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени по частям теряет жизнь свою. Но в втором варианте по частям теряет живот свой. Ну, ну, пишем вот так вот. Не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени. А толика это мельчайшая, там одна из мельчайших частей. Тоже потом будем проходить. Не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени по частям теряет, жизнь свою. Ну, в скобочках, по частям теряет живот свой. Видите, в ведах мы так и прописываем жизнь свою, потому что написать по частям теряет живот свой. И многие подумают, как по частям теряют. Постоянные хирургические операции, да, видать, язвы, гипедики. Одну четверть отрезали, полжелудка, полжелудка, три четверти. Три четверти. Женщин уже дальше походите. Да. То есть, время, оно взаимосвязано с человеческой жизнью. и помните, разбирали. Точка рождения человека, точка становления, двенадцати лет, точка определения пути, это для женщины, шла с нацией, и точка перехода в один из миров. Значит, что? Каждое время жизни человека на этот период человеку отведено выполнение каких-то предначертанных планов. Ну, заметьте, сейчас это время устроили так. с двух до шести-семи это был детсад. Потом этот период школа. Ну, раньше-то 16. Ну, в шесть кого-то забрали, школа в 16-17 закончил. Потом у нас что шло? как бы вуз. А потом уже обустройство. Семейная жизнь. Но при этом человек проходит определенные ступени познания, он учит посозидать, он набирает свой необходимый уровень духовности и так по жизни. Но если человек что-то не выполняет, значит, у него что? В жизненном опыте пробелы. То есть, а пробелы почему? А потому что он потерял временные потоки. Он не выполнил то, что ему предназначено именно на это время. потому что каждое деяние, оно приурочено к своему времени. И заметьте, обучать ребенка каким-то азам лучше всего в раннем детстве. Потому что многие говорят, в детстве научили, вырос, уже не переучишь или не научишь. То есть, как легко дети в 6-7 лет учат азбуку, буквы. Она им легко дает. Они схватывают на лету. Но если человек не знает азбуки, в 30-40 лет ему очень трудно дается каждая буква. Он не может вникнуть в ее суть и образ. А почему? А потому что у него святошместо пусто не бывает на том месте либо перекрыто, либо забито другой информацией. Поэтому ему не труднее. Ясно всегда? Поэтому человек потеряет. Потерял возможно все. глаголицы не дадите. Глаголицы учили всю жизнь. Жизнь. Глаголица вдумайся глагол слово ты сейчас глаголишь а раз глаголишь значит глаголица все равно на образах. Поэтому глаголицу тогда лимш. тот кто не глаголи тот нем а мы же общаемся значит мы не немцы старом понимании почему а его и одолевать не надо он тебе от рождения и английский немецкий французский китайский любой тебя вот чтобы родная мозг не звучало помести в их языковую среду месяц два три полгода пройдет ты будешь говорить на их языке сначала будет фраза шпрэхин за инглиш уви сеньор а потом уже все останется а я следующее четвертое от рассвета до заката созидайте люди а от заката до рассвета отдыхайте люди а я все сутки использую ну и сутками и сгусями гуси в пехе пойдут я вышел уже слетать начал все и это машину включил и прилет отдохнуть ну тут у меня еще уважительно то есть мысль пришла комментарии вспомнились вот ксказала я сам соколь там уже комментарии не все но восстановлены вот сейчас там еще часть сказа о Ратиболии тоже то есть уже полет видишь как раз заповеди нет вот только время проездил тогда да видать не туда съездил чтобы взять CDR компакт-диск чтобы переписать четвертую книгу на компакт-диск поехал да не туда ни к тем людям компакт-диск не взял а на следующий день помните да идет урок и отключили свет компьютер сломался Винчестер полетел и книгу приходится что по новой восстанавливать вот то есть каждому деянию свое место если так вспомнить сколько у нас на виду уходило 3-4 недели на одну книжку чтобы ее сверстать а здесь восстановить уже 5 месяцев так восстанавливается не сам материал который входит восстанавливается что комментарии но здесь число бог четко определил созидает человек только светлое время зашло ярило солнце встретили его и приступили к созидательному дубу зашло оно и все ушло на покой вы заметьте животным пробуждением солнца все оживает предрассветный час кое-где там птички начинают петь но только ярило солнце всходит тишина и собаки прекращают и петухи отпели свое что вот сейчас зайдет и в момент восхода даже птицы на дереве резко замолкают то есть и все ждут что ирилину силу и мы как раз утром выходом босиком встречаем поток солнечного ветра наполняет нас мощью и все нам хватает до заката этой силы но если ее еще побольше саккумулировать то хватает до утра до того чтобы потом встретить новую заметь трудились раньше как предки нашел все солнце на закат все дела завершили и на покой то есть жили полсон поэтому раньше и говорили что те кто луну больше славят те днем старались спать чтобы потом набираться луна лунного света и недоброе творить ждет рассвета до ночи него очень длинно дали никакая личная свобода или воля не может изменить течение реки времени и долго перед родом небесным и боговы вашими ваше никакая личная свобода или воля не может изменить течение реки времени и долго перед родом небесным и богами вашим не может чтобы быть То есть, помните, раньше мы записывали заповеди богов, и у одного из богов было что, как сказано, свобода человека поканчивается там, где начинается свобода другого человека. Так? Я вдумаю. Наши-то люди никогда свободу расчетно неправильно. То есть, я имею в виду дохристианизации. Они говорили о свободе других народов. Про себя они говорили как? Вольные. Воля. То есть, их воля управляет чувствами, желаниями, поступками и так далее. Вот это воля. А свобода, она дается кому? Рабам. Поэтому человек, может быть, свободен от кого-либо или чего-либо. Свободен от выполнения каких-то дел, каких-то устоев, каких-то законов. Свободен от зависимости. Свобода сама по себе не существует. Поэтому наши предки, мы всегда были кем? Вольными. Но вольной не так, я волен, что хочу, то ворочу. Вольный человек, это когда его воля управляет всем. Инстинкциями, эмоциями, поступками, дьянами. Вот это вольный человек. Даже выражение до сих пор сохранилось. Вольный казак. То есть, почему он вольный? Да потому что он живет по родовому устою, по кругу. Все решает, что казачий круг. То есть, решается все общиной. В соответствии с древними традициями. А для тех, кому навязали другую шкалу ценностей, тут идет сравнение. И говорят, вольному воля, а спасенному рай. А кто спасается? Тот, кто получает свободу. Но нам рай не нужен, да? Потому что для кого-то рай, как мы уже разбирали, это высшее, а для нас рай это низшее. Условно. Для кого-то ад вот здесь. А рай вот здесь. Но для тех, кто живет на более высшем уровне, вот это будет адом. А рай будет вот здесь. Следующее. Для них ад. Это то, что для этих является райом. И так дальше. А у нас что? Он на свою жизнь. А он уходит вообще в сварку причисленную. А там в праве. Поэтому мы и православные в праве. А то, что уходит ввысь, оно недосягаемо для тех, кто находился на низшем уровне, то есть на уровне раба. То есть ему сначала надо быть свободным, потом опрести волю, научиться создать, а потом уже... Но при этом, что у него? Должны быть мощные корни. Когда дерево вырастает очень высоко, когда у него корневая система мощная. А если корни слабенькие вырастет, дерево? Нет. Большое не вырастет. Оно что? Начнет. Выросло большое, корни не выдержали, и оно упало. Дальше. Долг перед Родом Небесным Богами Вашими. То есть это в этой же заповеди. То, что определено на Родом, это как программа для того, чтобы вот идти за Родом. То есть для нас, для нас, для белых, земная жизнь, как мы уже разбирали, это школа. Для желтых, народов. Это как космический детский сад. А для кого-то как ясли сад. А для кого-то ясель. А для кого-то только как Родом. Только на Родились. То есть каждый проходит через явную жизнь уже с определенным багажом. нам Дживо дает. Мудрость Бог, покровитель Рода дает. Тоже мудрость. Земные Боги, мама с папой, тоже дают. И совокупность четырех дает нам определенный класс знаний. Прошел человек определенный путь. Выполнил его. Пошел дальше. Не выполнил, остался на второй год. Проходить заново. Не выполнил еще раз. Опять. На второй год оставил. А другие народы подмечают. Ага. Пошел, и опять вернулся. Значит, что? Круговое рощение. Реинкарнация. А Богами определено, проходя одну ступень, не лучше. Но если человек не только не стал выполнять то, что предназначено, а начал творить вообще, не ведь что негативное, он куда идет? Вот сюда. Поэтому либо выри, либо пепла. И каждый себе свой путь избирает. Шестая заповедь. Ведайте, люди, раса великой, что для жизни каждого существа определен свой ход времени. А посему не отнимайте чуждую жизнь, ибо, нарушая ход времени жизни в других случаях, вы ей изменяете время, жизни вашей. Ведайте, люди, раса великой, что для жизни каждого существа определен свой ход времени. А посему не отнимайте чужую жизнь, ибо, нарушая ход времени жизни у других существа, вы изменяете время жизни вашей. Ход времени других существ мы разбирали на уроке, когда у нас была тема река времени. Помните, да? Каждое существо находится на определенном расстоянии между фарватором реки времени, течение наибольшее, и берегом, где течение наименьшее. И как бы береговую линию мы отъем как осевую по времени. Вот, допустим, положено человеку прожить круг лет, то есть 144 лета. Что происходит? Комар, допустим, находится где ближе к течению, у него раз для нас за день, за два, его 144 лета, как бы для нас быстренько пролетели, и он для нас существует пороке прожихотворения. Не отнимайте чужую жизнь. В природе же все взаимосвязано. Пример. Великая культурная революция в Китае. Что происходит? Объявляют, что вот воробьи, вредители, зернышки с полей крадут и бедных китайцев оставляют без пищи. Поэтому надо что убить этих паразитов воробьев. Началось массовое истребление воробьев. К чему это привело? К тому, что некому было жучков и прочих существ, вредителей уничтожать и урожай начал гибнуть. А раз расплодилось и зерно начало падать, что появилось полчища мышей и крыс. Ведь это у нас на Руси. Мышей, крыс, чтобы не было, заводились кошки, как символ священного животного. Кошечка, мышей, а камышовый кот, он и крыс. Зато в Китае там наоборот. если у тебя дома живет крыса, значит, у тебя достаток. Поэтому многие что делали? Крысу подвешивали, то есть, нашли дом, вывешивали перед домом. То есть, смотрите, люди, у меня крысы водятся, то есть, у меня достаток, я живу хорошо. У одного западного, я не помню, то ли Кларк, то ли кто-то написал произведение, что человек путешествовал в прошлое на машине времени, там наступил на бабочку, и когда вернулся в свой мир, увидел, что изменилось, что кандидат там, допустим, от республиканской партии исчез, а вместо него какой-то фашист избирается. То есть, что привело к уничтожению бабочки, бабочка летает, ее съела какая-то птичка, а вот эту птичку съела другое существо, а на то напала следующее, и в конце концов это все большое мясо попало на стол человека, да, голодному. А если оно не попало, значит, он умер с голоду, поэтому урод прекратился и впоследствии не произошло пересечения жизненных линий, которые запланированы свыше и приводят к тому, что все изменяется. поэтому предки говорили на гармонию с природой. непонятно, непонятно. не убить, получается, не забыли. нет, здесь не не убить, не отнимай чужую жизнь, то есть не отнимай чужую жизнь выражение, здесь гласит, что пища, мясная, допустим, утка, просто так пойти подстрелять уничтожить жизнь нельзя, потому что вот ты ее вышел просто, раз, подстрелил, все, отвел душу, поохотил, а значит она куда-то не долетела в теплые края, где ее не подстрелил тот, кто хочет есть. То есть если ты ее себе в пищу охотай, это нормально, это жизненно, система, но не нормально, когда просто так, ради азарта, ради интереса. Он покушался на твою жизнь. А создай, создай вокруг тебя обстановку, чтобы не было муха. Значит, если поговорить, ваша задача принести продукты в дом, тараканы заведутся сами. но если ты принес продукты, аккуратненько убрал, съел все крошечки, подобрал, убрал, будут они. То есть здесь все взаимосвязано. и экологическая обстановка, она так же зависит. Ведь замен, деревнях раньше, мух-то почти не было. я имею в виду старые времена. А почему? А потому что все накрывали, то есть создавали. Отхожая яма, так она лично была закрыта. И ее пересыпали специальными травами, и там погибали все эти личинки. то есть как бы не заводилась. Комары где они в основном были? На болотах. А когда вырубали лес, вода начинала заболочиваться, и там появлялись что? Комары. Но сосновом бару были? Много там комаров? Нет. Особенно когда через кедраж идешь, вообще не видно. А там это еще из хвойных пород ставили. Я имею в виду таежные, мощные, чтобы их было. Поэтому заводилась там какая-то жизнь. То есть там совершенно другая система была. Там же каждое дерево вылеживалось, готовилось. Над деревом, прежде чем спилить, читалась определенная молитва, определенный день. То есть что происходило? Как бы насыщалась энергией. Бандит у тебя на полу и лупит. Второй вопрос. А каким образом механизм уменьшения твоего личного времени существует? Механизм уменьшения личного времени? Очень просто. Заметь, на тебя на полбанья. Так? Ты же время потратил на его отражение. Значит, ты затратил время вместо созидания на уничтожение негатива. Так? Значит, ты на созидание время вперед. Я же приводил уже пример. Три предмастера в Китае ушел. Вот они встретились и начали спорить, кто из них самый мощный. И пришли к совету мудрецов. Они говорят, а пусть народ решит. пускай кидает вас камни и вы докажете, кто из вас самый могучий мастер, самый опытный. Так вот, в первого кидали камни и он уворачивался от всех камней. До второго камни не долетали, а в третьего просто никто не бросал. То есть, кто получился самый великий из них мастер? Тот, которого никто не бросал. у людей даже руками поднималась. Они чувствовали и так его мощь. Нападают на того, как правило, от которых излучение слабинки. Ты когда-нибудь видел, чтобы разбойник нападал на более крепкого, более сильного, чем он, на более вооруженного. За любовь скажет, я сейчас самоубийцу. сколько угодно доказать? Нет, я же не в этом. Ты сейчас опять все переводишь заказать. заказ это не нашего мира, убить чужую жизнь в данном мире. Но при этом то все равно оказывается, что да, убили, а он воплотился. Поэтому у нас же не было в русских, славянских, арийских землях такого понятия, как смертная казнь. для своих было изгнание из родов. То есть человек по нечаянности или там по умыслу убил кого-то его куда? Иди в глушь или на остров поселили. Не мог в мире, то есть вообще не жить. Поживи отдельно. Смертная казнь была для кого? Для чужих. Пришло со злым помыслом и с оружием. Отвечай жизнью свою. А для своих не было. Но а сейчас все поперепутали. То есть ввели как бы единую планку для всех. И получается что? То как те кого надо казнить они живут за счет народа который они жили отбирали. То есть допустим приехал приехал кавказец и украл кошелек в кошельке было тысяча рублей ему дали пять лет его куда? Его посадили в тюрьму а тюрьму за счет русского народа значит что о содержании пять лет его кормить обувать одевать тепло ему условия создавать он получает сколько 3-4 рубля в месяц не отнимайте в чуждую жизнь заповедь я сказал что жизнь не отнимается по-напразному потому что у каждого свое предназначение времени жизни ты воспринимаешь что вот допустим убил комара раздавил лягушку там мышку а может у ней жизненная программа как раз не должна закончиться тем чтобы ты бы ее освободил от мирской жизни чтобы она пошла дальше по своему пути развити ты об этом не задумался ты все зацикливаешь наявь ну а жизнь не заканчивается только это хорошо если я ее раздавил будущее какой-то в области ты раздавил не ее ты раздавил ее скафандер геологически но при этом ее душа она освободилась а откуда ты знаешь для нее это благо это кто должен боги которые направили в этот мир данном теле то есть и им судить а не тебе но допустим она не выполнила своего предназначения собрать колосья чтобы голодный год и раз под полотам куча зерна натаскана ты посадил и у тебя нового урожая так вот раздавил от тебя взяли часть начальше и далее возможность выкладиться в полоте ты этот ход учитываешь мир учитываешь с точки зрения как ты воспринимаешь данный мир а это мая ты иллюзия это реальность это отражение альности для данного мира для мира твоего восприятия для мира твоего окружения а мы же уже разбирали что наш мир его можно образно сравнить как кристалл у которых миллионы грамм его каждая жизнь это как поиграть проецируется на другую все между собой взаимосвязано но каждый человек воспринимает весь кристалл только с точки зрения своих но мы же говорим жизнь на земле ведь замен кровь которая идет от сердца а в ней содержится и кислород и другие элементы а она же поглощается и мозг то есть энергия запирается и печень и почка и поджелудочная и селезенка и кожный покров она же омывает висерками то есть происходит земная жизнь примерно то же самое кто-то что-то отдает а кто-то что-то получает то есть человеческая жизнь не существует сама по себе вот так вот что она отдельно и ни от кого ничего не зависит она взаимосвязана со всей окружающей думайте ничто ниоткуда просто так не появляется и ничто не исчезает если где-то что-то исчезло значит оно где-то появилось то есть взаимосвязано следую следующая ежели каждый человек ежели каждый человек устремится к цели в жизни ежели каждый человек устремится к цели в жизни запятая выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни выполняя выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни то жизнь его обретет высший духовный смысл то жизнь его обретет высший духовный смысл опять повторяю цель мысли ежели каждый человек устремится к цели в жизни выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни то жизнь его обретет высший духовный смысл то есть у каждого человека отрождение есть цель в жизни если человек выполняет свое предназначение жизнь обретает смысл высший духовный а духовный что означает уже разбирали вот у нас интересная наша дело и управляет и управляет душа управляет мыслом я вот и потому что мы изображаем троишь троишь понятна дело душа вот она структура то есть когда человек относится к жизни своей не поверхность не дуально а образ жизни полностью то есть для чего суть его существования смысл что он должен наработать что сделать в жизни своей когда он осознает вот тогда вот только духовный смысл поэтому про одних помните мы разбирали опять же троичную систему всеми жить житель который просто живет он живет чисто явными вот такими потребностями физиологическими дальше у нас люди уже что здесь уже с душой как говорят он трудится с душой он к людям одно к остальным людям относится с душой а его говорят душевные а когда человек осознает глубины и включается в действие механизм духа а дух он заставляет мыслить высшими понятиями а мысли где в человека проявляются зарождаются в челе и мыслить и мыслить он не просто а походу реки время человек но кто-то становится просто человек вдумайтесь только в русском языке есть понятие он становится человеком с большой выше 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 у него уровень знания мудрости сияние он поднимается первая буква какая у нас червь и заметьте на руси червь он также образом каким отождествлялся наивысшим но есть просто золото да а есть червонное золото есть серебро а есть почервленное серебро то есть как бы более высшее более лучшее качество так и здесь человек либо с такой букв либо для этого он должен развить свой дух а раз он развивает значит у него что жизнь духовная это заповедь понятно а нет не без духа петров говорит душа поет а дух спит но заметьте наши предки всегда говорили о духе подумают но пришли византийские жрецы и сказали о душе и говорят дух только святой там на небесах гость нет духа святого можно обрести только с небес в человеке его нет но это касалось разве наших предков касалось только библейского народа народовозглав знаний который жил в древности где угодно а почему потому что в библии даже у них сказано что у них только тело и душа все а у наших же тела душа и совесть совесть она слышит вот а так в общих чертах следующий не теряйте времени попусту не теряйте времени попусту а наполняйте жизнь вашу святостью с одеянием и добром голослов богов и предков вашим вот такая вот восьмая запад насчет святости мы уже разобрались да цвет ста то есть зерунами это да мы разбираем ста слово утвержденное богами живущим хроникой ста раз свято раз то есть мудрость которая оставили боги живущие земле когда-то они же тоже с небес пришли то есть и вот эта мудрость когда человек ее познает про него и говорит что он стал святой он не только познал мудрость оставлю он ее осознал и сделал как система своей жизни то есть она у него в обе ходе и далее что говорится наполнил человека деяния добрые то есть одеяние доброе созидательный труд разрушение никак добрым делом не назовут логично и созидатель для кого мы должны сказано да во славу богов и предков ваших то есть намек все что вы создали останется для вашего рода для ваших потомков сколько бы вот здесь добра бы вы не скопили вот туда с собой и пылинки не возьмите то есть все что вы создали будет для вашего рода поэтому что у нас у нас дома стоят комоды которые деды прадеды сами сделали сундуки с пращурных лет по 600 по 700 лет стоят у печки про бабки шили сарафаны живые а что а молодежь одеваются дети на праздник да тоже да сохранил вот 9 живите люди расы великой по совести и дообряющие покой в душах ваших и время жизни смыслом наполнится живите живите люди расы великой по совести и дообряющий покой в душах ваш и время жизни смысл находится смысл то есть вот так я и говорю она оберила всего она определяет все слова поступки вот когда человек живет соответственно со своей совестью что душа наполняется покоем успокоить и заметьте покой это когда душа отдыхая развивается то есть никогда тяжесть на душе слышали да многие говорят никакой души не существует атеисты а тяжесть на душе есть то есть как может быть тяжесть на том чего нет угодно перед поэтому и многие спрашивают где у человека душа у кого-то в пятках определяет а у кого-то под ночевым пузырем сбегает до ветвы на душе лепши но здесь так говорится другому вы вспомните как деды с бадом прощаются перед тем как внуков спать они что говорят покойной ночью заметь не спокойной а именно покойной чтоб душа была покойна то есть она была в покое для чего для того чтобы не снились ребенку никакие ужаса никакие кошмары ну потому что дети же любят друг другу страшилки перед сном рассказывать чтобы вот это не влияло на них и заметь человек даже сам для себя почевать ложится он что говорит покойной ночи богам и предкам спокойной ночи спокойной ночи домовому и покойной ночи всем добрым людям богам и предкам всем душам покой да покойной ночи а домовому спокойной то есть почему потому что те будут почивать отдыхать отдыхать а домовой должен приглядывать за хозяйством то есть он приглядывает за хозяйством а утречком хозяйка встает ему что то есть спокойно господи слово спокойно спокойно как бы состояние не то есть без влияния одной системы на другой вот состояние покоя а спокойствие спокойствие это взаимосвязанная система но которая идет плавно то есть если чисто перейти на графический режим покой спокойствие это вот так спокойствие это вот так а когда говорят неспокойно это вот так примерно срочно объясню и последнее заповедь числа Бога то каждое событие в природе и в жизни вашей происходит в определенное Богами время и в свои сроки и как бы вы не отвергались и не то чему суждено случиться обязательно произойдет какое событие в природе и в жизни вашей происходит каждое событие в природе каждое событие в природе и в жизни в вашей происходит в определенное Богами время и в свои сроки И как бы вы не отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет. Простой пример. Очень простой. В определенной богами жизни время солнцем утром сходит. И как бы человек не отвергал это, как бы не говорил, будет темень, гладь, он все равно произойдет. Как бы он ни говорил, ну вот оно зашло и будет там в небе сидеть, и никогда с небес не упадет. Но она вечером заходит на горизонте, и как бы это ни отвергали, все равно произойдет. Исторические процессы. Исторические процессы, то же самое. То есть многие говорят, вот случайно произошло то или другое событие. В любой случайности есть свое закономерие. И это мы, когда разбирали круголетие числа Бога, замечали, что все, все события, они связаны определенной цикличностью. И в той или иной форме они происходят. Поэтому, когда многие говорят, что вот можно, допустим, взлетать в машину времени, вернуться в прошлое, и убить там маму Ленина или папу Гитлера, и все, они не родятся. Да, эти конкретные листья могут и не родиться, но появятся более другие, может быть, более кровавые, жестокие, и такие же события, которые предопределены, они все равно произойдут. То есть для каждого мира есть свои законы. И неважно, признает человек данные законы или не признает, они все равно произойдут. То же самое, как бы слепой не отвергал, что есть горы, деревья, небо, звезды, они все равно существуют. Или спящий человек, он не видит окружающий мир вокруг себя, он находится в овальности, он находится по ту сторону реальности нашей. Но раз он спит, жизнь-то все равно идет, но он ее не видит. Поэтому и многих людей, которые этого, то, что вы изучаете, не ведают, наши старики называют, простым словом, они их называют спящие. Вдумайте, человек ходит на работу, получает зарплату, простит детей, отправляет его там в спортивные лагеря и прочее. Но он спящий. Почему? А потому что у него живет как бы только телесная оболочка, а душа и дух его спят. И пока не пробудится душа и дух, человек так и будет в спящем состоянии. И он просыпается только во сне. Он во сне начинает анализировать, что да, я вот не сделал то-то, то-то, то-то. Иногда просыпается, ой, какой сон мне хороший снился там, оп, а сказать-то не может рассказать сон. Почему? Потому что там все было просто понятно. Но у него в обеихоне в двухмерном, или даже если у него образование хорошее в трехмерном языке, нет слов, объясняющие многомерные образы, которые свойственны тому миру. Поэтому и в жизни вашей происходит определенное богами событие. То есть, если в начале ребенка, то сколько бы человек не ходил и не говорил, так, ну, зачала, а все равно не родится. А он и рожает. Как бы говорил, вот, ребенок у меня родился, он так и останется маленьким. Он будет расти, да, можно сглазить, он останется маленького роста. Но он все равно будет росли. Все равно будет развиваться. То есть, эти события, они связаны. Если сказали Перун, то есть Бог и другие, что Земля пройдет, вот, грань между светом, вот, в руках нашей галактики, зайдет сюда и выйдет, зайдет и выйдет. И у нас закончится. Ночь штуара, вернее, закончилась. И рассвет будет, и свет восстанет. И как бы кто ни отвергал, это все равно произойдет. Хочет человек находиться в спешем состоянии, оно так и будет. Хочет человек проснуться, он проснется. Многие даже и пытаются проснуться. Многие приходят и спрашивают, что бы это значило. Мне снилось, что я спал и проснулся. Так вы понимаете? То есть, как человек замкнут от окружающего мира природы, если он даже видит себя во сне спящим или просыпающимся. То есть, вот мы говорим, о, душа у человека спит. А когда бабушки говорили так, когда человек видит, то проснулся, а в то же время он еще спит, у него это снится, у него не только душа этого спит. У него совесть спит. И этого вот человеку на больше, ну, как бабушки говорят, пообщаться с предками. То есть, когда человек видит себя спящим во сне, ему надо посетить по госту могилу своих предков родственников. То есть, принести требы и прочее. То есть, как бы объединиться с миром родственников, чтобы они дали дополнительные силы, потому что его, мало того, что душа спит, дух спит, совесть начинает засыпать. А если и совесть уснет, человек сам себя побудет. То есть, здесь разобрали, да? А можно вот и вопрос? А если каждого конкретного человека вот от чего зависит, проснется, не проснется, вот это хочет? Все зависит от того, как человек живет на земле. То есть, живет он для себя? Или он живет для того, чтобы его род процветал? То есть, на благо своих детей, своих внуков, своих потомков. То есть, когда человек живет для себя, через некоторое время он осознает, что ему уже ничего не надо, он уже присвятился. И жизнь теряет всякий смысл для него. Но она теряет только смысл, какой он себе поставил, а не тот, который ему с судьбой предназначен. То есть, он как бы подменил понятие. Ну, если так на уровне образа... То есть, человек может даже говорить, вот, я иду в этом, вверх, я себе поставил цель. Вот путь, введущие вершины. Идти и идут. А человек говорит, а зачем я пойду с вами? Вот тут есть другая, и она со ступеньками. Мне будет даже легче подниматься. Он просто не знает, что будет идти. Пропустит. Он будет идти, идти, идти. А не достигнут пропустит. А отсюда? Нет, ну, если получается так, что определены законы, то есть, как в глобальном, для планеты, так и для маленького человека изначально, когда он родился. Но почему вот он жить на своей парахове, так и не проснувшись? У него уже... Вот оно, например, в 30 лет проснулся, а он не проснулся. Почему в 30? Вот так, чего? Он в 12 уже. А все зависит же. Он же приходит в определенные роды. Душа Джо посылает, и все, чтобы она родилась в определенном роду. А там ребенку кто должен помочь развиться? Отец с матерью, деды с бабками, прадеды, прабабки. То есть род помогает. А когда, извините, каждый сам для себя, и пускай моего ребенка воспитывают кто угодно, только не я, я, садик, школа, училище, там, институт, армия, улица. Так человек и будет, спать. Кто может ребенку помочь сильнее и лучше, чем мать? Сильнее и лучше, чем мать, может помочь только отец. Все. Потому что это его крайне новичка. Многие говорят, а как вот родители не помогают? Папа он взял и ушел из семьи, бросил. Приходит. А ответ-то простой. Так он почему ушел? Потому что он чувствует, что это не его ребенок. Законный вид это, чертоты рода и крови обсуждают. Супруга-то ему какая? Чистая, детственная досталась или нет? Если нет, чья нанесет образ духа и крови? Первого мужчины. Первого мужчины. А если он не был первым, значит, ребенок-то не его образ. Поэтому и расхождение получается. И он уходит. И куда уходит мужчина? Он начинает искать чистую, детственную. Для чего? Чтобы продолжить свой род. Но это у него уже на подсознательном уровне. Это в нем заложена генетическая чистота. То есть продолжение. И заметьте, когда он доходит, многие говорят, доходит иногда до абсурда. Папа дает свою дочку или своего сына маме в руки для того, чтобы она только грудью покормила. Все. А потом не дает. Говорит, покормила? Дай сюда. Искупал, переперенал и сам с ребенком. То есть, ну это уже как крайность. Ребенок не должен ни материнской работой решаться, ни отцовской. То есть, он должен получать. Всего и много. Но не чересчур много. То есть, здесь, понятно. Еще есть попортики? Нет. До сна потом поговорится. До сна, хорошо. Так. Перерыв.